Здравствуйте! Я традиционно спрашиваю, как меня слышно. Если слышно хорошо, то я с удовольствием отвечу на вопрос Татьяны Викторовны и на все поступающие вопросы, которые будут в рамках сегодняшнего вебинара. Очень здорово, что слышно меня сегодня хорошо. Хорошо. И так, значит, название нашей сегодняшней темы, то есть Дискорд, он действительно убийца Скайпа или что-то не то? Этот слоган я, помню, увидел первый раз много лет назад, когда зашел на официальный сайт Дискорда. Дискордом начали пользоваться мои ученики, то есть и среди взрослого поколения здесь немного людей, которые пользуются. Кстати, давайте проведем небольшой опрос. Вот кто пользуется Дискордом, поставьте там шкалу оценок от единицы до пяти и те, кто не пользуется Дискордом, напишите ноль, чтобы я был хотя бы в курсе, какой у нас уровень подготовки участников. То есть, если вы пользуетесь, то ставите баллы, сколько вы начисляете Дискорда и если не пользуетесь, ноль. Вот хорошо, то есть люди, которые пользуются Дискордом, как-то ставят положительные баллы. Так, ну, большинство слушателей все-таки эту программу не использовали. Видимо, пришли на сегодняшний вебинар, чтобы узнать, как пользоваться, как пользоваться, да, этой программой. Я сегодня расскажу и об основных моментах и о тех моментах вообще, которые он заслуживает уважения. То есть, большинство наших студентов, учеников, они с удовольствием используют эту программу. По каким соображениям? То есть, они в основном все играют в игры, да. То есть, здесь нам уже не деться, то есть, нельзя говорить, что игры это плохо. Тут нам надо как-то подстраиваться под них, да, чтобы быть как-то модными, востребованными, современными. То есть, Дискорд позволяет в режиме какой-то игры, позволяет сразу подключаться к какому-то серверу. И у Дискорда есть хороший оверлей, это то, что он может быть расположен поверх какой-то программки и использоваться. Ну, давайте. Наш сегодняшний вебинар для тех, кто еще ни разу не пользовался этой программой. То есть, скачать эту программку вы можете на официальном сайте. После того, когда вы скачали эту программку. Так, давайте я тогда скину ссылку на официальный сайт этой программы. И попробуем установить. А те, у кого есть, подключимся, установим связь. И я расскажу, как, по моему мнению, правильно организовать обучение в Дискорде, чтобы правильно настроить учебные комнаты, классы, группы. Если у вас есть свои преподаватели, как дать, предоставить доступ, разграничить роли для различных преподавателей. То есть, настроить масса. Первоначально, конечно, вот Дискорда, он в каком-то сделан темном таком стиле. Некоторым этот стиль нравится. Ну, я вообще люблю, когда написано черным по белому. Здесь можно этот стиль поменять. Но это не принципиально. То есть, будем рассматривать главные моменты. Итак, первое. То есть, после того, когда вы зайдете на официальный сайт, вы скачиваете эту программку, нажимаете загрузить для Windows. Все как обычно. И можно попробовать, кстати, открыть Дискорда в браузере. То есть, я уже давно, больше лет 7 назад, увидел такое устройство, как Chromebook. Это и открываешь, а там только браузер. То есть, практически всеми приложениями можно пользоваться через браузер. Если у вас компьютер тормозит, не хватает ресурсов, то есть, браузер, он эти практически все вычислительные мощи отдает на сервер и вам просто отображает ту информацию, которая должна быть использована. Но после регистрации вы попадаете в основной интерфейс программки. Вот так выглядит практически с чистого листа. Это основная программка. Здесь, помимо логина и пароля, еще добавляется к вашему уникальному имени хэштег. То есть, такая решеточка, к примеру. Я сейчас поделюсь своим логином. Вот он мой логин в Дискорде. Поэтому, у кого есть, я видел сегодня много участников, которые пользуются Дискортом, прошу добавить меня для эксперимента, для того, чтобы мы подключились, все вместе созвонились. И я сделаю демонстрацию экрана, покажу другим участникам, которые делают первые шаги, как можно организовать связь. Но, думаю, за эти 5 минут приветствия уже у вас удалось скачать этот Дискорд, войти в него и начинать осваивать первые моменты. То есть, добавление в друзья есть, кто у нас есть, слушатели писал там баллы, 5, 3 балла ставил за Дискорд. Напишите свои логины в Дискорд, да. Я попробую сразу вас добавить. О, есть. Елена уже отправила запрос дружбы. Я попробую. Я люблю переключаться всегда в режим демонстрации рабочего стола, потому что слайды это вот статическая информация. А когда, ну, я когда сам вижу, когда автор показывает, куда надо нажать, что надо делать, тогда, конечно, освоение любой программы проходит намного быстрее. Поэтому сейчас пробуем, чтобы наш хорошенький Мирополис разрешил нам демонстрацию экрана. Так, давайте, давайте, одно мгновение. Так, демонстрация экрана, он открывает еще. Должно пройти некоторое время и все должно заработать. Итак, экран второй. Начать трансляцию. Вуаля! Все, вижу, что демонстрация заработала. Вот он мой Дискорд. Вот я вижу, вам переслал ожидания. Так, и есть у нас Елена Георгиевна. Я принимаю ее в друзья. То есть, вот так просто поделиться своим уникальным ID, да. И мы уже можем начинать проводить занятия через Дискорд. Я буду периодически возвращаться на презентацию и показывать вам основные моменты, которые подготовил. Поехали далее. То есть, после того, когда вы зайдете в Дискорд, есть множество настроек, которые можно делать со своей учетной записи, с конфиденциальностью, с настройкой различных групп пользователей ролей. Мы сегодня все это будем порассматривать. Я вам просто показываю, что, конечно, желательно перед первым использованием начать использовать, ну, сделать первоначальные настройки. Так как они могут иметь разные уровни доступа для ваших обучаемых. То есть, если вы проводите какие-то свои дистанционные мероприятия, то для вас уже есть собственный стиль проведения этих мероприятий. То есть, сделать, чтобы у всех, допустим, участников были первоначально отключены микрофоны, чтобы никто никому не мешал. Или наоборот, добавить им все права доступа, чтобы там главный один участник мог разрешать использование некоторых функций другим участникам. Итак, первое, что мы должны сделать, это создать какую-то учебную группу. То есть, вот здесь слева, да, то есть, слева, где у нас есть личные какие-то сообщения, наши группы хранятся вот здесь слева. То есть, для нашего сегодняшнего мероприятия, и вообще я подготовил группу, которую назвал «Мобильный преподаватель». И вот она есть, ссылка, по которой вы можете присоединиться. Итак, если некоторым было неудобно копировать, вставлять, мои пользователи и присылать, вот я прикрепляю ссылку, по которой вы можете подключиться к той группе, которая уже настроена для обучения. Так, вот, видно, что, ага, есть, есть, есть. Елена Георгиевна подключилась к нашему серверу. Очень классно, когда на мероприятие подключаются люди, которые уже пользуются программками. Для тех, кто первый раз, пожалуйста, ну, не просто меня смотрите, а возьмите и подключитесь к данному серверу. Для тех, кто будет смотреть записи, я тоже постараюсь опубликовать в чате ссылки на подключение, и просто, что Дискорд предоставляет эту ссылку на подключение в течение одного дня, а потом она поменяется. Хорошо, значит, есть у нас Людмила, уже здоровается, вы видите, пошло общение в группе Дискорд. То есть, буквально, мы делимся одной же ссылкой и уже имеем возможность проводить наше мероприятие. Я вернусь дальше. Вы можете пока пообщаться с моим чат-ботом, который я настроил, написать, к примеру, попробовать написать основные команды YouTube, ВКонтакте, Facebook, Skype, и он вам предоставит все мои другие мессенджеры для общения. Просто чат-бот в Дискорде настраивается действительно очень легко. Я создавал, программировал подобные системы, использую языки программирования. Здесь можно делать help, вот пишет, да, напишите основные мессенджеры, да, я запрограммировал именно коммуникацию с основными мессенджерами. А пока я продолжу говорить об основных настройках, и к концу мероприятия дойдем до вот этих ключевых. Итак, то, как пригласить людей, я вам продемонстрировал. То есть, нажимаем одну кнопку «Пригласить людей в этот чат». Лучше давайте говорить «Канал». То есть, это очень здорово, мы разделяем каналы. То есть, если вы проводите занятия в школе, то есть, вы можете сделать отдельный канал для 10-х классов, отдельный канал для 11-х классов, да, и тогда в каждом канале уже создавать отдельно 10-е А, 10-е Б, 11-е А. Аналогичным образом делается это в университете. То есть, мы создаем для университетских преподавателей, создают группы, которые они ведут, да, и дисциплины. Соответственно, преподавателю очень легко переключаться между преподаваемыми дисциплиной. Обычно у него их немного, да. А студентам очень удобно находиться в одной группе, и они могут свободно пообщаться, взаимодействовать в рамках этих групп, создавать новые какие-то каналы, которые не будут мешать основным каналам. То есть, это не так, как мы собрали собрание где-то в скайпе, и оно уже там заполняется большим потоком сообщений. Здесь на каждую тему можно создавать канал, делается это очень быстро, да. Чуть позже я вам это продемонстрирую, но самый момент. То есть, после того, когда вы, ну, добавили своих пользователей, вот нам дискорд предлагает сделать еще три основных. Это сделать настройки. Можно добавить ботов, вот четвертый я выделил так. Ну, вы многие слышали, что такое боты, боты, они сейчас у всех на слуху. Это просто вы программируете, даже я лучше просто скажу, вы пишете простое сообщение, которое, или вопрос, который вам часто задают, и пишете, что должна отвечать программа, да, если пользователь задает этот вопрос. Ну вот попробуйте, из тех, кто подключился, давайте я вам просто продемонстрирую. Вот я подключил к данной программке бота. Если я ему напишу, к примеру, вот здесь, напишу там Skype, Skype, вот. У меня сразу, видите, ручки здесь подняты, чат-бот отвечает и пишет, какой группе в Skype подключиться для нашего дальнейшего общения, взаимодействия, да. То есть, вот, если я напишу здесь, к примеру, YouTube, YouTube, это я написал ссылки на свои каналы, да, то, что вам так, YouTube. То есть, он нам сразу посоветует тот канал, который я веду, и вы сразу уже сможете подключиться к моему каналу. То есть, когда мы проводим какие-то мероприятия в Мирополисе, да, вот вы задаете вопросы, и мне из года в год приходится отвечать на какие-то стандартные вопросы. В Дискорде я могу один раз ответить на этот вопрос, а в следующий раз за меня будет отвечать робот, да, машина, или как его сокращенно называют, бот. То есть, попробуйте, у кого получится сделать, то есть, что я там еще сделал, ссылку на группу ВКонтакте, ВКонтакте смотрим, да, ВКонтакте, так, все, видите, и чат-бот мне прекрасненько отвечает и выдает сообщество, которое посвящено математике, в группе ВКонтакте. То есть, это делается очень легко. Давайте я вам сегодня это еще покажу, как это создавать, просто, чтобы вы увидели возможности и функционал, и с какой легкостью можно это создавать. То есть, создать чат-бот в Скайпе тоже можно, но по секрету всему свету скажу, что там нужно, конечно, помочь. То есть, ну, есть ли у кого свой чат-бот, вот давайте я просто сейчас узнаю, то есть, пользуются ли преподаватели, которые из года в год преподают одну и ту же дисциплину, которую говорят одни и те же важные моменты, базисные понятия своим ученикам, да, пользуетесь ли вы чат-ботами, то есть, настроена ли у вас система таким образом, чтобы вы, к примеру, записали один раз объяснение, да, на видео или записали какой-нибудь конспект, книгу, и в следующий раз не вы студентам писали, сейчас, ребят, я вам перешлю эту ссылку, а за вас отвечал чат-бот. То есть, я уже большинство своих, как бы, занятий запрограммировал, лучше говорить просто, настроил таким образом, что я говорю студентам, напишите такое слово, вам чат-бот ответит, и все, и мне не приходится отключаться от самого мероприятия. Студенты быстро получают доступ к важной, базисной, основной информации, вот, потом чат-бот можно еще настроить так, чтобы он в нужное время напоминал, выполнять определенные задания, то есть, можно его сделать так, чтобы он конкретные минуты, конкретные дни отправлял нашим студентам напоминание, повтори пройденный материал, выполни эту контрольную работу, выполни это домашнее задание, что очень удобно, то есть, я в большинстве случаев каждый вечер садился много лет подряд, и тех учеников, которым нужно, которым нужно было действительно немножечко подтянуть, я просто напоминал им сообщением, что нужно, вот, дорогой мой, повторить пройденный материал. Сейчас за меня делает этот чат-бот, их можно настраивать в разных сообществах, в Дискорде делается это намного, очень легко, просто здесь я сделал автоматический перевод из основного функционала, то есть, по тому, как вы можете использовать сервера для совместной работы. То есть, в Дискорде, то есть, ключевым основным понятием является сервер. Вы имеете возможность подключаться к определенным серверам. То есть, если у вас есть собственность сервера, то есть, пришлите ссылку на собственный сервер аналогичным образом, как я вам прислал ссылку для присоединения, я с удовольствием подключусь к коллегам и коллеги увидят в общем чате. То есть, вполне возможно, ваш сервер в Дискорде будет настроен лучше, рациональней, потому что простора для творчества здесь, конечно, очень много. То есть, можно настраивать, программировать автоматическую публикацию каких-то мероприятий, заданий и так далее. То есть, я рекомендую начинать с создания какого-то сервера для проведения занятий в классе, в группе. Если вы занимаетесь индивидуальным преподаванием, то есть, можно настроить страницу с расписанием, страницу с домашними заданиями, страницу с контрольными работами. То есть, для этих целей вы создаете один сервер, а после в этом сервере создаете отдельно уже каналы. Здесь идут основные ключевые понятия. Тогда есть настройки безопасности, которые вам позволяют осуществлять доступ к вашей группе. Ну вот, и инновационные, вот они предлагают, вот что нового появились в них. Настоящий большой научный лабораторий. То есть, практически можно создавать подобное реальной научной лаборатории, виртуальную лабораторию в Дискорде. То есть, это еще раз говорит, что Дискорд это не какая-то игрушка, а система, которая, ну, которая создается с серьезными ребятами, которые действительно понимают, что людям нужно взаимодействовать. Да, уже в одиночку, один в поле не воин, ты ничего не сделаешь. А здесь очень удобные средства для коммуникации, для взаимодействия людей. То есть, вот они, команды для ботов, разработчики, то есть, могут создавать своих ботов. Вы тоже, если имеете бота в какой-то другой системе, можно его легко интегрировать. То есть, что значит бот? Это вы просто можете завести какую-то таблицу, да, в которой будут. Вот, заведите табличку Excel. Слева это вопрос, а справа это будет второй ответ на этот вопрос. То есть, и эту таблицу вы можете постепенно дополнять. В дальнейшем такую таблицу можно будет подгружать к тем ботам, которые используются в каких-то программах. Вот, и, соответственно, все сообщения, которые находятся в первом столбике, это вопросы, а во втором столбике это будут ваши автоматические ответы. Вот это и есть просто тот бот. А всю остальную операцию по интеграции, взаимодействию с какими-то системами, да, должна брать на себя сама эта система. Здесь тоже предоставляется несколько еще функций, которые вот они анонсировали перед, ну вот к Новому году, да, анонсировали. У вас все эти функции появятся, когда вы первый раз загрузите Discord, это всплывающая окошка, я просто выделил то, что они предлагают, то есть у них богатый функционал, и когда они впервые написали, что вот Discord убийца Скайпа, я думаю, ну это очередная какая-то такая контора, которая сейчас посуществует пару месяцев и пропадет, потому что мессенджеров существует, ну сотни тысяч их разнообразных мессенджеров, мы со студентами создаем мессенджеры мессенджеров в рамках одного курса, то есть мы садимся и пишем отдельный мессенджер. Просто мессенджер получает популярность, когда у него есть множество различных средств коммуникации и интеграции, то есть вы можете настроить свой мессенджер для работы с другими программами. Об этом сегодня тоже поговорим. Итак, то, что я вам сказал, самое главное, вот сейчас я начинаю уже рассказывать после такого небольшого анонса об основных настройщиках. Самое главное, то, что вам необходимо для своих обучаемых создать сервер. После включения программы, вот вы видите, сверху у меня есть несколько серверов, с которыми я взаимодействую, и для того, чтобы создать собственный сервер, нажимаем на эту кнопку «плюс». После того, когда вы создали этот сервер, вы можете пригласить людей любым из вот этих двух способов. Либо слева сверху нажимаете кнопку, либо справа нажимаете «пригласить людей». То есть люди попадают на ваш сервер, вот у нас уже наши люди попадали, в сервер общаются, приходят, уходят. Все, я рад вас слышать. Теперь я смогу с вами взаимодействовать уже в Дискорде. После того, когда вы нажали на эту кнопку «пригласить людей», им можно передать либо сообщение, то есть это вот нажать на 5, на кнопочку 5, как я сделал это вам и отправил в Мирополисе, либо можно выбрать из списка своих друзей и уже начать взаимодействовать. Так, Дискорд, Елена прислала ссылку на свой канал. Я вижу, очень хорошо можно будет уже взаимодействовать. Елен, и вот вы прислали ссылку нам сейчас только что в Дискорде. Вот, можно отправить ее в общую группу, допустим, в Мирополисе. Поступает потихоньку вопроса, то есть вот через браузер возможности программы такие же, да, в большинстве случаев через браузер возможности программы аналогичны. Ну, то есть разработчики стараются сделать так, чтобы она была полностью идентична. Просто мы должны понимать, что, допустим, для работы через браузер, да, то есть браузер задействует ресурсы компьютера. Если у вас много открыто вкладок, то есть, соответственно, эта программа может работать медленнее. Может. Но в большинстве случаев через браузер, конечно, всегда работает быстрее. Если вы пользуетесь веб-версиями WhatsApp, веб-версиями Telegram, Viber и других приложений, того же даже Skype, то есть там происходит даже открытие быстрее. То есть вы открываете отдельную вкладку, и сразу же приложение открыто. А если пользуетесь через компьютер, иногда надо подождать, пока побегает программка, для ее открытия. Итак, я возвращаюсь к основной теме. То есть вот подключиться к этой ссылке, к моей группе в Дискорде, можно вот по вот этой вот ссылке. Я ее вам уже пересылал. Что я люблю делать? Это для своих обучаемых создавать короткую ссылку, чтобы они легко и могли написать, и создавать QR-код, по которому можно подключаться к мобильному телефону. Поэтому если вы сейчас подведете свой мобильный телефон, у меня сразу камера настроена на то, чтобы подключаться. Вот сразу открывается ссылка на мобильном телефоне, по которой можно подключиться. Я нажимаю Enter, и могу перейти по этой ссылке, и уже пользоваться Дискордом на мобильном телефоне. Так, мы продолжаем дальше. Переходим к основным настройкам нашей группы. То есть, можно и лучше сделать настройки этой группы. Вы видите, я поставил логотип этой группы. Каким образом? Нажал в настройки. Настройки канала, давайте будем правильно говорить. Ну, канал, группа. Это во всех вот таких мессенджерах и коммуникационных платформах одинаковое понятие, потому что в Teams, да, это называется команда. Да, если мы создаем что-то подобное в социальной сети, это называется группа. Да, здесь у нас создается отдельный канал. А уже на каждом канале уже могут быть разнообразные каналы, и мы настраиваем наш сервер мобильный преподаватель. Первая вкладочка, вот, обзор, дает нам возможность настроить изображение, сделать основные настройки, какой канал будет открытым или закрытым. То есть, вы можете взаимодействовать с обучаемым в открытой группе, а с преподавателями создать какую-то учительскую. Кроме вас, никто этот канал больше не увидит. То есть, поэтому очень важно настроить роли для взаимодействия преподавателей и обучаемых. То есть, для чего это делается? Есть масса преимуществ, которыми мы не пользуемся, если запускаем программу по умолчанию. То есть, очень классно, если вы сделаете роли обучаемого и роли преподавателя. Чуть позже я вам скину и расскажу, и в презентации будут настройки, какие я рекомендую сделать для преподавателя и обучаемого. Просто скажу, что вот если вы назначите чуть больше ролей преподавателя, тогда там будет режим шумоподавления, и когда преподаватель будет начинать говорить, все остальные будут приглушаться. Если преподаватель молчит, значит, пользователи могут устраивать какой-то шум, гамм, взаимодействовать друг с другом, там, работать над каким-то проектом и так далее. Так, вот начинают поступать вопросы. Видео тоже поддерживается, как в Zoom или Mite? Да, смотрите, очень классно то, что в Zoom, допустим, есть возможность создавать отдельно текстовые каналы и отдельно аудио-видео каналы. То есть, когда мы создаем какие-то текстовые каналы, там невозможно будет позвонить, кому-то разбудить. То есть, там будут поступать только текстовые сообщения, как это было в ICQ и других первых мессенджеров, которые появлялись в Ирках. И потом видеоканалы. То есть, очень классно то, что многие любят Zoom, чтобы не созваниваться по видео, а именно создавать канал, который будет просто для демонстрации экрана. То есть, в Скайпе практически невозможно сделать демонстрацию. Ну как, то есть, они добавляют эту функцию в последней версии, но у них много лет не было возможности демонстрировать экран нескольких обучаемых. И когда я проводил занятия для малых групп, когда нужно было программировать, а все находились в разных местах, то есть, я с помощью либо удаленных помощников, да, ремоут-дестоп протокола, подключался к экранам обучаемых, делал разделение и смотрел, что происходит у каждого, как он выполняет, пишет программку и помогал. В Дискорде мы, если созваниваемся, можно сразу, я сразу, как все делятся своими экранами, я беру, нажимаю на любую иконку обучаемого и сразу вижу в полном размере его экрана. Очень классно, что в Дискорде можно разделять, то есть, окна. И в Скайпе мы всегда находимся в одном окошке, здесь можно разделять между на окна, после того, когда созвание будет. Поэтому, вот то, что я вам рассказал, это очень здорово делать. Давайте начнем и научимся создавать простой канал. То есть, когда мы создали свой сервер, на нем уже могут общаться наши обучаемые, наши преподаватели, да, и создавать как свои каналы, так и подключаться уже к существующим каналам. То есть, каждый канал можно сделать по определенной теме, по предмету, да, у них будет собственный класс, они будут общаться. Ну, вот я создаю первый канал, текстовый канал, показываю, как вам делать. На публикацию у вас останется это расписание занятий. То есть, просто вам достаточно ввести название, ввести название и нажать кнопку «Создать канал». Все, вы будете подключаться к этому каналу. После того, когда вы создали этот канал, можно на него делать какие-то публикации, да. Посмотрите, есть ли кто-нибудь у нас сейчас в... И кто-нибудь может зайти там на наш канал, вот оно видно, и там, например, спросить про анонс мероприятий. Мероприятий. Поэтому попробуйте переключиться на этот канал, и давайте пообщаемся, по взаимодействию именно в этом канале, а не в основном, да. Анонс мероприятий. Делаем воспросительный знак. Я как бы сам у себя спрашиваю, да. Потом могу что-то ответить. Спросите. Попробуйте задать какой-то вопрос. Все, мы можем взаимодействовать в текстовом канале. Здесь можно добавлять какие-то изображения, да. То есть, очень удобно, то есть, вставлять. Вот давайте даже сделаю, что анонс мероприятия. У нас сейчас идет ссылка. Я могу взять, к примеру, с экрана и вставить программу, да. Вот. И вставляю, к примеру, принтскрин какого-то экрана в режиме реального времени. Все поступает. Видите? Кусочек из нашей вебинарной комнаты взял. То есть, вы получаете... Вы легко делитесь сообщениями, текстами, фотографиями и различными ссылками. То есть, я могу выбрать любого обучаемого и вступить с ним во взаимодействие, так. Поэтому анонс мероприятия. Вот, пожалуйста, спрашивайте. Там предстоит, к примеру, анонс какого-то. Я своего мероприятия взял в Директ Академия. В общем, легко и удобно взаимодействовать. Ну что, движемся дальше. То есть, казалось бы, да, простой мессенджер. Как можно о нем говорить в течение там часового мероприятия, да. Потому что здесь масса других дополнительных возможностей. Если вам нужно будет создавать какие-то занятия, то есть, вот, вы организуете голосовой канал. То есть, по голосовому каналу я создаю дистанционные курсы. И вот, у меня к голосовому каналу подключилось всего лишь несколько человек. Здесь я в веб-версии вам, да, делаю демонстрацию. А сейчас я переключусь именно на основную программку, да. Потому что, видите, то есть, разработчики стараются делать одну и ту же версию. Это идет демонстрация экрана, да. Вот здесь вот мы возвращаемся на наш мобильный преподаватель. Вот в основном канале мы взаимодействовали. И я, если захочу начать здесь какое-то мероприятие или занятие, я начинаю его с демонстрации своего экрана. То есть, аналогичным образом, как я начинал в... Как я вам сейчас демонстрирую, экран в вебинарной комнате. То есть, для этого нужно подключиться, сделать что-то. Аналогичным образом можно взаимодействовать в Дискорде. То есть, очень классно, что... Ну, это везде. И в Скайпе тоже такая функция есть. И в Зуме. То есть, это стандарт, как говорится сейчас, демонстрация экрана. Вы можете выбрать либо отдельное приложение. То есть, если вы чем-то занимаетесь на канале, то можно выбрать отдельное приложение. Либо показывать полностью свой первый или второй экран, да. То есть, вот если я нажимаю демонстрацию своего второго экрана, да. То есть, видите, бесплатная версия дает разрешение 720. Этого вполне достаточно для того, чтобы все видеть. Никто не жалуется. Все всегда видно. И можно начинать демонстрацию своего экрана. Видно? Видно. То есть, я видел уже, слушатели подключаются. Видите, в одном каком-то окошке. В отдельном окошке, которое я могу с легкостью двигать. Показывается предосмотр моего. Экрана. Моей демонстрации экрана. Да. И то есть, дальше, если я буду показывать какие-то программки, они будут. Ну что, как видно? Давайте я вас спрошу, как видно в Дискорде. Также видно хорошо, как и в нашей вебинарной комнате. Так. Давайте спросим, как видно. И другие слушатели аналогично могут поделиться своим экраном. Попробуйте тоже в этой голосовая связь. И попробуйте точно так же поделиться экраном у себя. Видите, я сейчас просто двойным нажатием переключаюсь в тот режим, про который я говорил. Когда я вижу экран любого слушателя, не стесняйтесь. Попробуйте поделиться своим экраном. Сделайте какую-нибудь презентацию. И когда слушатели подключаются, они имеют возможность сразу демонстрировать свой экран. То есть, если мы выполняем какую-то работу, я сразу говорю, делает каждый демонстрацию экрана. И я уже вижу то, что происходит на экране у каждого. Согласитесь, это даже круче, чем вы когда в аудитории. Вы сидите и вы не видите то, что у ваших студентов на партах. А здесь получается экран этих студентов перед глазами. И даже если вы будете использовать это в аудитории, и это будет тоже очень удобно. То есть, можно будет записывать. Видно. Все, мы находимся уже в режиме занятия в Дискорде. По мере подключения, никаких лишних звуков, когда там в скайпе кто-то подключается. Все классненько видно. Видно тех обучаемых, которые подключаются. Я тогда, чтобы еще успеть о тех основных функциях, которые подготовил, с вашего позволения, продолжаю дальше, что мы делаем. То есть, на презентации вам останется, как создать свой текстовый канал, как создать свой голосовой канал. Поэтому, после того, когда вы создали канал, конечно, эффективно будет делать основные настройки этого канала. Это то, что я вам говорил. То, что делаются основные настройки этого канала, добавляется изображение. И так далее. И после, вот, мы разобрались с основными настройками создания сервера, с созданием на этом сервере различных текстов голосовых каналов. Сейчас переходим к созданию ботов. Напишите в чате, у кого получилось задать команду нашему боту. И он ему ответил. То есть, какую команду вы спросили и что бот ответил. То есть, я вам показывал, что бот прекрасно отвечает на эти вопросы. Остается только сделать небольшую интеграцию. Интегрировать можно и с YouTube, и с Twitch, и с OBS Studio, и с многими другими приложениями. Да, поэтому с интеграцией мы сейчас с вами разберемся. На этом слайде я вам просто оставляю основные ключевые моменты. То есть, вот у вас будут основные какие-то информационные каналы. Да, потом будут какие-то текстовые ваши каналы. Будет возможность звонить по видео. И можно будет создать слушателям демонстрацию экрана. Дальше Discord очень удобен. И вот когда я спрашиваю своих обучаемых, почему они им пользуются. То есть, почему им не подходит Skype. То есть, у меня есть несколько обучаемых, которые, в принципе, не, не, я не хочу в Skype. Давайте в Discord. Это же удобнее. То есть, там, это удобно тем, что множество горячих клавиш. Хотя в Skype те же самые горячие клавиши. И просто, чтобы иногда что-то включить или что-то найти, ты сидишь этой мышкой, пытаешься подвести, попасть на кнопочку. В Discord, к примеру, и в Microsoft Teams, и во многих других программах, работают очень удобно навигация. Попробуйте нажать Ctrl-K, и сразу вы сможете найти либо пользователей, либо канал, к которому хотите подключиться. То есть, куда отправляемся. Смотрите, один момент, то есть, то, что я делаю. И вы сделаете Ctrl-K английское. Если мы активируем сейчас Discord, Ctrl-K, и у нас в центре экрана возникает, куда мы хотим отправиться. То есть, вот есть основные каналы. Да, то есть, и вот если я начинаю печатать, к примеру, курсы, видите, он мне сразу подсвечивает этот канал. Я нажимаю два раза на этот канал, переключаюсь, да, и дальше здесь могу написать, жду ваших вопросов. Вопросы. Вот таким образом ребятам очень легко подключаться к каналу, очень легко включать или выключать микрофон. Там Ctrl-Shift-M делается, да, и сразу включается или выключается микрофон. То есть, все эти клавиши, которые вы используете и задействуете, вы всегда можете посмотреть в настройках пользователя вот здесь горячие клавиши. Перепрограммировать так вот, как вам удобно. То есть, привыкли вы к одной программке, там микрофон выключался, Ctrl-M, не беда. Находите, где в этих горячих клавишах включить-выключить микрофон, делайте его в той же, тем же сочетании, как вы привыкли. Но лучше, конечно, использовать вот эти горячие клавиши, которые уже по умолчанию. Они резервируются в системе, и даже если Discord у вас не работает, он где-то закрытся. Дальше, почему нравится именно геймерам? Они играют, у них на одном экране игра, а это Discord для них для общения. Они там как общаются, беги туда, делай то, там давай строить где-то ресурсы. То есть, там же целые миры. И они в этих мирах общаются с помощью Discord. Он у них находится на варле, они горячими клавишами могут сделать демонстрацию экрана, показать где находится, и включить, выключить микрофон. Поэтому используйте эти горячие клавиши. Вот здесь я показал Ctrl-K. Делаем какое-нибудь слово, он сразу нам высвечивает. Дальше возвращаемся в наши настройки, и смотрим, как сделать различные интеграции. То есть, поймите, практически все, что я вам рассказал, это можно делать и в Skype, и в Zoom, и в Teams. То есть, в чем преимущество? Что не надо каждый раз создавать какую-то конференцию, как вы делаете, а потом она пропадает. То есть, в Discord вы создали свой канал, эти сообщения остаются. Их такое большое количество можно создавать для отдельных мероприятий. Вот, потом можно их скрыть, да, но в любое время их можно будет поднять, они все будут находиться. Но еще преимущество о том, что можно делать большое количество интеграций. Вот, к примеру, как интегрировать в Discord и своих слушателей с YouTube на канале. Нажимаем, заходим в раздел интеграция. То же мы где делали настройки, видите, я вам показал горячие клавиши. Да, ну, и вы нажимаете интеграция. Интеграция с YouTube. Вот, давайте я вам снова вернусь в режим демонстрации экрана, да, снова показываю настройки пользователя. И вот здесь у вас есть, после того, когда вы сделали настройки своей учетной записи, конфиденциальности, авторизация приложений, которые, с помощью которых можно, да, делать, есть возможность сделать интеграцию. Вот, видите, интеграция с YouTube у меня произошла. Ну, давайте попробуем сделать интеграцию с Facebook. Да, вот происходит. Нажимаем на кнопку интеграция с Facebook. Я перетяну тогда сюда, сейчас, приложение. Он у меня в Discord спросит. Спросит, желаете ли вы привязать учетную запись и Facebook. Все. Учетная запись в Facebook успешно привязана. То есть, нажали одну кнопку. Все. Он, Виталий Цигель, у меня отображается. И для того, чтобы легко и быстро взаимодействовать, можно сделать какие-то настройки первоначальной интеграции. То есть, все. Пробуйте интегрировать то, что возможно. Возвращаемся дальше. То есть, я хочу вам показать, как создавать чат-боты. Да, это такое самое основное. Ну, здесь просто показывается, что интеграция с, допустим, YouTube происходит с помощью трех кликов, да. Facebook, видели, я интегрировал раз, два, с помощью двух кликов. Все очень легко и удобно. Потом вы можете начинать какой-то демонстрировать экран. И здесь, на этом слайде я уже показываю, как разграничить роли учителей, преподавателей и обучаемых. То есть, вы заходите уже в настройки именно какого-то канала, да, того сервера, который вы создали, да. То есть, на одном сервере могут быть много каналов. И если вы сделаете настройки, они могут как наследоваться на эти каналы, так можно делать и настройки отдельных каналов на этом сервере. То есть, к примеру, ученики общаются, там они могут делать, а уже на другом канале они не имеют возможности делать какие-то публикации. Поэтому роли слева сверху, видите, вот здесь плюсиком, плюсиком, на этот маленький плюсик вы имеете возможность создавать новую роль. Я назвал учитель, ученик и every one. Every one это по умолчанию. То есть, вы когда включаете по умолчанию, самые распространенные настройки, они делаются. И потом, допустим, учитель, к примеру, будет иметь возможность отключать участников микрофон, чтобы те назойду или кто-то там уснет на занятии и начнет громко храпеть. То есть, один китаец разбудил пол микрорайона, который следил за порядком в этом микрорайоне, захрапел возле микрофона громко. Все, мы таким людям, которым скучно, все, сразу отключаем микрофон, поэтому нужно будет делать. И делайте настройки этих пользователей. Ну, вот теперь я тогда возвращаюсь именно к настройке того, как создавать чат-бот для преподавателей. То есть, чтобы сделать это в скайпе, тоже можно интегрировать чат-бот, но это делается с помощью, получить надо ключ, потом его снова вставить. Смотрите, как классненько и легко и быстро делаются чат-боты в дискорде. Переходим в авторизацию приложений. Это приложение называется Nightbot. Давайте я вам пришлю ссылку, но оно все-таки есть. То есть, вы хотите подключить какое-то приложение. Nightbot TV. Я сейчас тогда здесь выхожу и делаю. как работает это приложение и настраивается оно, и как делать основные настройки. Ждем пока откроется. Вот. Вот наш бот, который, команды которому создаются вот в этом отдельном окне. Смотрите. То есть, вы переходите по этой ссылке и делаете интеграцию со своим дискортом. То есть, перешли, там нажали, допустим, на кнопку вот этой Integration. Не бойтесь, что здесь написано. И нажимаем вот здесь Интегрировать. То есть, я могу в любой момент отключить этого бота, если что-то пойдет неплохо. И вам нужно только один раз нажать на интеграцию, чтобы разрешить, сказать, да, я буду использовать это со своим ботом. Он спросит, в каком, на каком сервере, для какого канала вы хотите использовать. И потом только вы переходите в название своих каких-то команд. Да, допустим. Давайте мы попробуем сейчас запрограммировать, чтобы по команде Direct Academy, да, то есть, или сделаем простую команду. Создать команду. И здесь назовем ее Direct. Чтобы вам было легче, я просто меньше буквы напишу Direct. И сделаю команду о том курсе, который будет, допустим, предстоит. Еще предстоит в следующем году. Я раз в год всего провожу курс. Делаю его по инструментам, по дистанционному обучению, о современных инструментах, да. Так, и поэтому здесь давайте мы сделаем именно на Direct Academy, тот курсик, который у нас идет. И мы рассматриваем не только, как создавать такие чат-боты, а как действительно делать персонализированное обучение, чтобы эти чат-боты выдавали. А в зависимости от того, что пользователь ответит, уже выдавали следующее сообщение. Ну вот, посмотрите, то есть я сейчас создал приложение, и если вы напишите в нашей группе, вернемся на наш основной канал, да, и попробуем. Так. Так, уйти, расписание занятий. Так. у меня у нас был в том, что дискорд на компьютере, дискотепная версия, как и веб-браузере. То есть программа, она берет ресурсы моего компьютера. И тут, допустим, если у меня сейчас идет трансляция, демонстрация экрана, и я открыл множество вкладок, ресурсов не хватает, а дискорд начинает. Ну что, проверим. Так, давайте попробуем тогда написать там в наш основной чат. Окей. Где наш основной чат? Возвращаемся в основной чат. Так. И я запрограммировал слово директ, да. Директ нажимаем, ждем. Прекрасно. Видели? Я запрограммировал чат-бота буквально за 5 секунд. То есть я написал по какому слову, какое сообщение страницам это страница преподавателей. Если у вас нет, вы хотите аналогичным образом создавать для ребят какие-то ссылки, на которых будет что-то отображаться, то здесь без всяких проблем. Напишите мне, напишите мне, и я для вас с радостью создам личный кабинет преподавателей, где вы сможете публиковать свои учебные материалы. Эти учебные материалы будут доступны всегда на сайте. Вот я вам сейчас скину название веб-сайта, вы можете просто зарегистрироваться на этом веб-сайте. Нажмите кнопку войти на веб-сайт, я там сделал возможность легкого входа через различные приложения, то есть можно просто пройти регистрацию или создать, и тогда я вам назначу права преподавателя, и вы будете публиковать свои материалы, ссылки на которые можно будет доставать свои чат-боты. Иногда у преподавателя к примеру нет собственного веб-сайта, университет предоставляет только моду, а надо их еще своих обучаемых направить на какие-то полезные ресурсы и так далее. Здесь проблем нету в рамках моего курса у меня преподаватель учится создавать собственные интернет-проекты или использовать уже какие-то существующие для создания своего собственного контента. Поэтому видели 2 секунды и наш чат-бот создан, все классно, все работает. Так и демонстрация экрана немножко остановилась. Я возвращаюсь. Вот делаются настройки этого чат-бота. Компьютер компьютер ждет. Допустим, чтобы создавать контент и иметь за я напишу, что страница преподавателя. Преподавателя и вот по этой ссылке можете зарегистрироваться участникам нашего вебинара. я тогда предоставлю возможность публиковать свои материалы для того, чтобы потом вам создавалась ссылка на ваш материал и вы могли публиковать в эти чат-боты данные эти мероприятия. Все. Вот здесь я вам презентацию оставляю то, что когда вы подключаете какого-то чат-бота, у вас есть возможность выбрать сервер, на котором он будет работать. То есть можно выбрать сначала один сервер, потом выбрать второй сервер. Все. Он будет работать. Ну и после того, когда вы этого бота подключили к вашему серверу, вы просто пишите вот здесь command. Жалко, что на английском, но я думаю, вы запомните два этих действия. Здесь вам нужно будет написать первую command. И второе это то сообщение, которое будет отправлено на вашу команду. То есть напишите, сработал у кого-то чат-бот. В режиме реального времени я вам помогал, потому что я еще рассказывал на днях, как создавать чат-боты в мы создавали чат-боты с помощью одного сервиса для рассылок. И там чат-боты интегрировались в Telegram. Получилось, что, допустим, у двух слушателей этот чат-бот не сработал. То есть ну так в основном эти чат-боты это самое простое из того, что должны делать преподаватели. Вы же тем самым просто автоматизируете свою работу. То есть вам из года в год приходится тратить время, да, и на какой-то навигацию ваших слушателей по полезному контенту. То, что сейчас должен делать современный преподаватель. И мне очень жалко, когда преподаватель вместо того, чтобы отвечать на вопросы своих слушателей, он начинает сейчас так, подождите, я вам пришлю ссылку, подождите, сейчас я вам что-то отправлю, подождите, сейчас, и для этого у меня есть то. Для этого существует, на мой взгляд, именно компьютерные системы. Они могут автоматически подхватывать наш голос, и вы, наверное, замечали, как работают голосовые помощники. Можно интегрировать вот этот чат-бот в голосовой помощник, создать навык для Алиса, и ваша эта таблица с вашими вопросами-ответами будет работать для ваших слушателей уже непосредственно на какую-нибудь Яндекс.Станция, на Алексе и так далее. И соответственно, ваш запрограммированный навык будет работать в Дискорде. То есть мы видим, что мы создаем какую-то команду. Здесь я показывал, что если вы сейчас напишите команду, то будет отправлено следующее сообщение. То есть этих сообщений можно создавать. Очень много вы видите, я там посоздавал по скайпу. Проверьте, как будет работать бот вместо вас. То есть если вы отвечаете на какой-то вопрос, ну то, что я делаю, я отвечаю на какой-то вопрос, а в следующий раз я просто знаю, что вот обязательно еще если спросил один слушатель, то обязательно еще 20 человек, 20 слушателей зададут один и тот же вопрос. Я сразу этот же вопрос заношу в чат-бот и уже когда следующий слушатель задает подобный вопрос, он будет отвечать, получать автоматически. Аналогично делается и в Тимсе. И я хочу заметить то, то, что в Тимсе там, конечно, еще есть возможность интегрировать различные библиотеки нейронных сетей и, допустим, если сейчас пока еще вы программируете конкретно с точностью до буквы, как пользователь напишет, то можно еще будет в дальнейшем программировать так, что, допустим, пользователь сделал опечатку. Но мы понимаем, что это опечатка написала не Skype, а Skype, да, что-то, одна-две и две буквы, к примеру, в длинном условии это опечатка. И мы говорим, что с вероятностью там 90%, да, если совпадают буквы, тогда выдавай такой-то ответ. И можно будет подключать еще какие-то, допустим, библиотеки, которые распознают смысловую нагрузку, и тогда, если пользователь написал, к примеру, курс, а какую-то, допустим, программа, мероприятие, да, он между смежными дисциплинами тоже чат-бот перенаправлял. Но пока вы программируете конкретные слова и конкретные ответы. Ну что, основное то, что необходимо было, я вам рассказал. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я люблю заканчивать какие-нибудь анекдоты шуточные истории, да, для того, чтобы вы свои мероприятия проводили более-менее хорошо. Ну что, жду вопросов, какие появляются пожелания. Я всегда открыт для дальнейшего взаимодействия. Давайте я вам пришлю основные ссылки, по которым можно будет меня найти. И следите за новостями в Директ Академии. Если будут пожелания о том, чтобы запустить мой курс пораньше о инструментах дистанционного преподавателя, то пишите. Но пока я его еще кардинально переделаю, потому что когда я провожу уже много лет каждый год курс «Как стать успешным дистанционным преподавателем», но в этом году этот курс мир перевернулся. Понимаете, это не то, что курс, и появилась столько масса полезных инструментов, что я просто тащусь. То есть, если я представлял в прошлом году на международный конкурс по искусственному интеллекту в образовании свой сервис дистанционный помощник мобильного преподавателя, то в этом году я уже представлю кардинально другой проект. Он будет основан полностью и на чат-ботах, и на голосовом помощнике. Он будет сделан таким образом, чтобы преподавателю не приходилось тратить массу времени на изучение этих инструментов, да, а сам инструмент будет изучать преподавателя. Замечать, что если преподаватель говорит одно и то же, делает одно и то же, то в следующий раз этот помощник просто скажет, «Друг, отдохни, удели время своим ученикам, а эту рутинную работу я сделаю для тебя самостоятельно». Самостоятельно проверю тестовые задания, автоматически сформирую работы над ошибками, чтобы студенты сделали аналогичные задания и закрепили те навыки, которые у них не закреплены. поэтому так. Ну, просто я тогда сейчас одно сделаю, тогда небольшую форму, в которой мне бы хотелось услышать небольшой отзыв о себе. И что бы вы хотели еще услышать на мероприятиях, так как это уже у нас завершающий вебинар моего трека. Если кто-то присутствовал на моих вебинарах, то есть я рассказал об основных инструментах для преподавателя, которые позволяют организовывать общение со слушателями. То есть рассказывал, как встречаться в Google, как использовать сервисы Microsoft Teams, которые, допустим, не так распространены, допустим, на постсоветском пространстве, но очень активно используются развитыми странами. К примеру, Microsoft не так интересны, потому что мы не можем платить столько денег за использование хороших программ. Мы хотим, чтобы было все бесплатно. То есть эти продукты, они создаются очень большим количеством высокооплачиваемых специалистов. потом эти продукты, они всегда находятся на серверах, эти продукты необходимо всегда поддерживать. И, конечно, очень классно, когда появляются какие-то классные продукты. И очень жаль, что со временем эти продукты либо пропадают, либо нам как-то запрещают к ним доступ. Ну что, жду ваших еще вопросов. Тогда Татьяна Викторовна, подсоединяйтесь, расскажите еще, что там будет. Я тогда просто мне интересно узнать у слушателей, какие они мои мероприятия проходили и что еще им будет интересно услышать в рамках моих выступлений. Потому что, ну, когда говорят спасибо, спасибо, ну как это говорить? Спасибо больше не надо или спасибо, да, да, что я напишу в форму, что еще вам рассказать, да, потому что, ну, я перепробовал за 12 лет, наверное, дистанционного образования, я использовал для первых своих занятий еще в 2008 году скайп, то есть он тогда появился, появилось голосовое соединение, тогда бы не так было много еще различных мессенджеров и так далее, с помощью которых можно было взаимодействовать. И пользователи, с которыми мы созванивались, они, конечно, не имели возможности вот этого потока голосового взаимодействия. И большинство как бы пользователей остаются еще на том уровне, который 20 лет назад, то есть когда существовали системы дистанционного обучения, в которые можно было загружать материалы, они подходят к образованию таким же образом. То есть все, мне нужна система дистанционного обучения, я хочу, чтобы мне можно было загружать видео, фото. Нет, я считаю, ребят, что мы перешли уже в век, когда мы можем в режиме реального времени взаимодействовать. И здесь системы, они могут в режиме реального времени анализировать информацию. Итак, друзья, все, всем спасибо тем, кто был, поэтому я просто сейчас сделаю такой небольшой опросик из того, что вы хотели бы, чтобы я подготовил для вас в следующем году, да, то есть в следующем году, о каких темах вы хотели бы, чтобы я для вас провел бесплатные мероприятия. То есть да, большинство, конечно, тем я выбирал самостоятельно, то есть я видел, какие инструменты завоевывают популярность, то есть на днях тоже спросили, Виталий, вы пользовались вот этим инструментом? Я говорю, нет, давай попробуем. создал аккаунт, пошел, начал пользоваться, а потом смотрю, а им он просто вот только ребята создали какой-то мессенджер, то есть он совершенно пустой, без средств интеграции и так далее, то есть их тысячи получается, и пробовать их нет необходимости. Выбрали любой, какой вам подходит, и переходить на только на следующий мессенджер нужно, если вы увидели какую-то фишку, которая не существует. Ирина Александровна, рад вас увидеть, спасибо, спасибо за теплый отзыв, и рад, что вы приходите на мои мероприятия тогда. Но у меня, я хочу сказать, не все выживают после моих курсов, многие говорят, что, блин, много информации за короткий промежуток времени, поэтому, может быть, я сделаю разделение, допустим, на базисные инструменты и на основные, потому что у меня слушатели подключаются, я сам вначале показываю, как подключиться, как нажать, какие программы использовать, и к концу курса мы подходим, что можно использовать данные, которые мы получаем в результате тестирования, в результате использования системы дистанционного обучения для персонализации этого обучения. Что, о чем все так любят говорить, это делать можно. Пусть она пока и сложная, но это как бы тема моих научных интересов, я это люблю, и хочу сделать, чтобы вам было это всегда использовать легко. Хорошо, хорошо. Чат-боты можно интегрировать в различные соцсети. Все, поэтому интересно вам, как интегрировать в ВКонтакте чат-ботов. Пожалуйста, заполните формочку, может быть, Павел Юрьевич или Татьяна Викторовна сделает опрос на Фейсбуке, заполните вот в эти просто форму, что вам интересно услышать, я вам подготовлю соответственно мероприятие. Мероприятие аналогичное, то есть и чат-боты, они сейчас их везде можно встроить. Вы поймите, то есть человек не должен делать одно и то же. Если вы делаете какую-то одну и ту же операцию, просто спросите, как можно этого не делать. То есть я просто отверения уже столько штук не изобретал, что, ну, от какой линии, то есть приходится каждый раз делать одно и то же. То есть первые мои шаги в дистанционном обучении, это были просто, я потел, и приходилось вручную, там ты записываешь занятие, потом пишешь название, потом сопровождаешь, потом делаешь публикацию, потом делаешь так, чтобы пользователя спрашивать, ты ему уже эту ссылку на публикацию отправляешь, потом еще раз. Потому что ведь вы проводите какой-то курс, и вам приходится говорить, вот я понял, что для достижения положительного какого-то педагогического эффекта необходимо много раз повторять одно и то же. Это я понял именно работа репетитором, чтобы достичь классных результатов, то есть я своим слушателям очень много раз повторяю, но это было делать скучно, это было не так эффектно, когда ты чем-то делишься новым, когда у слушателей открываются глаза, когда они слышат что-то новенькое, они все вау, как здорово, мы забыли, и чтобы они не забывали, мы им подключаем чат-бот, он и будет напоминать, повторять, без устали, и так далее. Все, дорогие друзья, сегодня тогда я с вами прощаюсь, поэтому жду от вас каких-то вопросов, пожеланий, от этого будет зависеть наш следующий год, будет ли он таким же интересным, как 2020 или более насыщенным, вы его сделаете, почему я говорю, мы сделаем, потому что только люди делают, создают те инструменты, которыми мы пользуемся, а их создают только, когда в этом есть какая-то потребность. Все, всем спасибо, пока-пока, до скорых встреч.